И снова здравствуйте! В эфире программа «Жизнь и дорога», где мы расскажем о самых актуальных новостях за эту неделю. Ну, а начнем, как водится, со сводки происшествий. За прошедшую неделю на дорогах Рязанской области зарегистрировано 27 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 2 человека погибли и 42 человека получили травмы различной степени тяжести. В области зарегистрировано 168 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы ДПС ГОИ выявили около 47 тысяч нарушений правил дорожного движения, в том числе 37 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, 15 отказов от прохождения медицинского освидетельствования, а также 6 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения повторно. Выявлено 75 нарушений, совершенных пешеходами, а также 30 нарушений, связанных с перевозкой детей. 120 нарушений допустили водители грузовых автомобилей и 23 нарушения допустили водители автобусов. 16 июня примерно в 3.20 в Рязанском районе на 14-м километре автодороги Рязань-Спаск-Рязанский 34-летний житель Рязани, управляя грузовым автомобилем АФ с полуприцепом, по предварительной информации совершил наезд на 57-летнего жителя села Дубровичи, двигавшегося на велосипеде. В результате происшествия 57-летний велосипедист кончался, проводится проверка, обстоятельства происшествия уточняются. 21 июня примерно в 20.30 в Михайловском районе на 6-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» 35-летняя местная жительница, управляя автомобилем СИАС, по предварительной информации не предоставила преимущества проезда двигающимся по главной дороге грузовому автомобилю РНО «Премиум» с полуприцепом под управлением 31-летнего жителя Скопинского района. В результате происшествия водитель автомобиля СИАС от полученных травм скончался на месте ДТП. 16-летний пассажир автомобиля СИАС получил травмы и был госпитализирован. Проводится проверка, обстоятельства происшествия уточняются. Еще одна авария произошла 19 июня. Вечером в 17.35 в деревне Норино, что в Клепиковском районе, там столкнулся автомобиль и мотоцикл. Примечательно, что если за рулем Митсубиси Паджеро сидел 65-летний местный житель, то мотоциклом управляли двое ребят. Парню за рулем 10, его пассажиру 8. По информации госавтоинспекции, водитель авто наехал на мотоцикл. Ребята получили травмы. Пострадавшим была оказана медицинская помощь. В настоящий момент ведомством проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Что же ждет водителей? Новые штрафы и изменения закона. Сотрудники госавтоинспекции совместно с законодателями разработали новые поправки. Часть из них находится на рассмотрении, а часть уже утверждена и скоро вступит в силу. Далее расскажем, за что могут оштрафовать. Например, возможные штрафы за видеорегистраторы или за езду на зимней резине летом. Итак, первое – это штраф за видеорегистратор. Нововведение вступит в силу с 1 сентября, сообщают в МВД. В ведомстве доработали перечень неисправностей, при котором запрещена эксплуатация автомобилей. Там появился новый пункт, согласно которому запрещено устанавливать дополнительные предметы, которые ограничивают обзор с водительского кресла. Исключение – зеркала заднего вида, детали стеклоочистителя, радиоантенны, нагревательные элементы и устройство размораживания и осушения ветрового стекла. Часть юристов считает, что теперь формально и навигаторы и элементы крепления сотовых телефонов попадают под нарушение. Штраф, кстати, 500 рублей. Однако инспекторы ГИБДД признают, что штрафы за телефоны и регистраторы вряд ли выпишут. А вот за что его можно получить, так это за шины. Если, конечно, они не по сезону. Нарушение прописано в том же списке неисправностей. Начиная с сентября, если водитель будет зимой ездить на летних шинах, то его ждет штраф 500 рублей. Тоже работает и в обратную сторону. За езду на шипах летом. Другое ожидаемое изменение в законодательстве – введение электронных прав и СТС. Их можно будет показывать сотрудникам госавтоинспекции прямо с экрана телефона. В ГИБДД заявили, что к этому уже готовы. Однако, говорят, нужно подкорректировать закон. Пока что водители обязаны передавать только оригиналы документов. Если их нет – штраф 500 рублей. Другой документ, который поступил в Госдуму, касается приостановки водительских прав для уклонистов. Независимую антикоррупционную экспертизу документ уже прошел и поступил в Госдуму 13 июля. Если его примут, то у МВД появится инструмент для быстрой заморозки водительских удостоверений уклонистов. То есть у тех водителей, которые стоят на воинском учете, но не явились без уважительной причины в военный комиссариат по врученной повестке. Если инспектор ГИБДД остановит такого автомобилиста, ему будет грозить такая же ответственность, как если бы он был лишен водительских прав, пояснили юристы. Согласно статье Кодекса об административных правонарушениях, это управление транспортным средством водителем, лишенным прав. Штраф за такое правонарушение – 30 тысяч рублей. С июля может вырасти тариф при проезде по платным трассам. Этот вопрос планирует рассмотреть госкомпания «Автодор». В феврале, например, правительство разрешило компаниям поднять их более чем в два раза. То есть с 3 рублей за километр до 5 или даже 8. Однако, как сообщают в компании «Автодор», увеличение цены – это право, а не обязанность. Но пока изменения коснулось только новых участков. Например, по М4 Дон от Москвы до Краснодара протяженностью 925 километров стоимость выросла с 2,4 до 3 тысяч рублей. Другой документ, который находится в процессе подготовки, это лишение прав за вождение в состоянии опьянения после приемки лекарств. То есть, когда водитель принял, допустим, таблетки, которые ухудшают внимание и реакцию, но при этом наркотиками они не являются. Поправки уже одобрила правительственная комиссия. Документ, как ожидается, должны направить на рассмотрение в Госдуму. В Минздраве сообщили, что перечень таких лекарств определяется при участии ведущих экспертов. Если поправки примут, то наказание будет грозить по статье «Управление транспортным средством водителям, находящимся в состоянии опьянения» и части 3 статьей 12.27 Кодекса об административных правонарушениях. Невыполнение требований ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки. Наказание от штрафов 30 тысяч до лишения прав на срок до двух лет. По статистике сотрудников госавтоинспекции количество ДТП с детьми в летний период увеличивается. Оно и понятно. Летом дети предоставлены сами себе, и никто не вправе им запретить сесть на тот же самый самокат и выехать вблизи или даже на проезжую часть. Чтобы такого не происходило, сотрудники госавтоинспекции ходят по летним школьным лагерям и напоминают детям правила дорожного движения. Основы правил дорожного движения здесь подают в виде викторины вопрос-ответ, что запрещено, а что разрешено. Напоминают о таких правилах детям из школьного лагеря. Задача – знания эти не просто освежить, а закрепить. Основной акцент, конечно же, делается в летний период на управление средствами индивидуальной мобильности, а также велосипедами. В условиях города дети должны знать хорошо правила дорожного движения и для велосипедистов, и для водителей СИМ, и для других транспортных средств. По статистике ГИБДД летом ДТП с детьми больше. Объясняют это тем, что свободного времени у ребят больше, да и представлены они сами себе. Могут в любой момент сесть на велосипед или самокат и отправиться покорять местные дороги. Или наоборот, забудут правила дорожного движения, пока будут отдыхать за городом. За городом дети находятся в относительной безопасности, потому что там нет дорожной среды. Но очень часто возникает проблема, что дети отвыкают от дорожной среды, привыкнув в том, что они находятся в закрытом, скажем так, пространстве загородного лагеря. И именно желательно к концу смены мы еще раз напоминаем о требованиях дорожной безопасности, чтобы, вернувшись в город, дети могли правильно ориентироваться и не забывать, что у правил дорожного движения каникул не бывает. Основных правил не так много, говорят сотрудники госавтоинспекции. Например, велосипедистам до 14 лет запрещено выезжать на проезжую часть. Зато по тротуарам и велодорожкам кататься можно, как и на самокате. Кстати, по новой редакции правил дорожного движения ездить вдвоем на одном самокате запрещено. И в обоих случаях нужно спешиться со своего транспорта для движения по пешеходному переходу. И снова должник, и снова задержали. Как водится, сотрудники госавтоинспекции совместно с Федеральной службой судебных приставов. Сумма задолженности, конечно же, впечатляет. Далее расскажем, как это было. Форд Куга Цена на автомобиль Форд Куга стартует 600 тысяч рублей. Да и то машину эту продает лишь второй владелец. Пробег 175 тысяч километров, год выпуска 2008. Цена же на современные, но от перекупов это сумма с шестью нулями. А вот тот Форд Куга, который сейчас поднимает эвакуатор, можно сказать, пошел по минималке. Вне зависимости от года выпуска и пробега. На эвакуатор автомобиль попал не просто так. Водитель проехал под камерами СПО Паутина. И программа автоматически вывела сотрудникам госавтоинспекции на экран сообщения. У водителя задолженность. Немного немало 600 тысяч. Информацию передали на ближайший пост. Реткинский. Там машину и остановили. Согласно имеющимся данным, на 49-летнем собственнике данного автомобиля имеется значительная сумма задолженностей по налогам и административным штрафам. А именно более 600 тысяч рублей. В связи с этим на место была направлена группа Федеральной службы судебных приставов. Уже на месте приставы составили необходимые материалы. А на транспортное средство наложили арест. После эвакуаторам доставили на специальную стоянку. Там авто будет дожидаться своего хозяина. А увидятся они, когда последний все же погасит свою задолженность. Можно на месте, говорят юристы. Если такой возможности нет, то можно попросить об отсрочке или рассрочке. Но предоставляют ее только по уважительным причинам, а не по прихоти должника. А это кадры, сделанные сотрудниками госавтоинспекции на прошлой неделе. Тогда сумма задолженности немного не дошла до миллиона. Иланд Крузер также отправился ждать хозяина на штрафстоянку. В управлении Федеральной службы судебных приставов России по Рязанской области настоятельно рекомендуют гражданам контролировать и своевременно оплачивать свои обязательства. Регулярно проверять наличие возбужденных в отношении себя исполнительных производств на сайте Федеральной службы судебных приставов России в разделе «Банк данных исполнительных производств», а также использовать возможности мобильного приложения ФССП России. Судебные приставы напомнили, что они могут производить арест имущества согласно требованиям исполнительного документа. Сделать они могут это и без участия владельца. Далее арестованное имущество, как например автомобиль, может быть передан на принудительную реализацию. А все расходы по совершению исполнительных действий, например хранение арестованного имущества, ложатся на плечи самого должника. Это была программа «Жизнь и дорога». Не переключайтесь, дальше будет еще интереснее. Субтитры создавал DimaTorzok